Воспитанники Шора Атом в эти выходные в очередной раз смогли проверить себя на скорость и выносливость. В рамках Дня физкультурника на лыжной базе прошли соревнования по триатлону. Они состояли из трех этапов – лыжероллеры, велосипед и бег. Самые юные участники преодолевали по 2 километра первые два вида и 1 километр кросс. Старшие ребята у нас преодолевали на лыжероллерах 4 километра, затем 2 километра на велосипеде и 2 километра кросс. Средних ребят было то же самое, практически исключение составляли лыжероллерный круг. Это он проходил не 4, а 2 километра. Да, мы впервые попробовали провести соревнования в таком формате. Я думаю, что все получили колоссальное удовольствие, не только дети, но и болельщики. Первыми стартовали младшие спортсмены, для которых участие действительно было не менее важным, чем победа. Ведь пройти разнообразную, новую и довольно сложную дистанцию – большое достижение. С летом стартовали средние и старшие возрастные группы. Дополнительным испытанием для них стал проливной дождь. Но и он не стал помехой для спортивных свершений. Иван Воронин в лыжных гонках около пяти лет. Дистанции триатлона стали новой проверкой на прочность. Дистанция сегодня была очень интересная, необычная. Тем, что мы впервые бежим в триатлон, это надо за один старт передвигаться сразу тремя видами. Все этапы были по-своему сложны. Но, наверное, сложнее всего был кросс, потому что это был последний этап, и ты уже очень сильно уставший был. В старшей возрастной категории Иван стал лучшим. С соперником Михаилом Сельсковым на протяжении всей дистанции он шел вровень. На кроссе удалось завоевать преимущество. Тренируется Иван у Павла Николаевича Шарова. Среди младших спортсменов победителями стали Дарья Синдюкова и Егор Трошкин. В средней возрастной категории первые места достались Виктории Логиновой и Роману Галихину. Сейчас лыжники активно готовятся к чемпионату области, который пройдет в сентябре.